Hello, how are things with you? I hope everything is ok. Как дела? Надеюсь, все в порядке. Вы уже, наверное, заждались, когда я выложу вам видео. Сегодня у нас прогресс-чек. Прогресс-чек по второму уроку. Завершающий тест. Итак, choose the odd one out. Выберите слово, которое не подходит к цепочке слов. Scared, shocked, frightened, relieved. Scared, напуган, shocked, shocked, frightened, тоже напуган. Это синоним слова scared. Relieved, с облегчением, можно вдыхать с облегчением. The odd word is relief. Довольное слово relief. Cape, uniform, pipe, hat. Cape, это плащ с запишеным. Uniform, форма, pipe, трубка, hat, шляпка. Какое слово не подходит? Of course, pipe. Давайте я вам только подчеркну сразу, чтобы подчеркну. Ordinary, typical, incredible, usual. Обычный, типичный, невероятный. И опять обычный. The odd word is incredible. Слово, которое не подходит, невероятное. Comedy, mystery, science fiction, novel, комедия. Выдумка, научная фантастика, роман. Ну, здесь, конечно, не подходит comedy. В comedy мы обычно называем фильмы. О историях мы говорим. Humorous story. Mystery, drama, glance and myth. Загадочная история, драма, glance. Это быстрый взгляд. Говорят, at first glance, с первого взгляда. И myth, myth. Конечно, здесь у нас не подходит glance. Остальные все у нас являются жанрами книжными. The second one. Второе упражнение. Fill in. Заполните пропуски. Wear, tell, create, solve, smoke, use, overcome, put, play, explore. Wear, носить. Tell, рассказывать что-то. Create, создавать. Solve, решать. Проблему какую-то или... Проблему. Смог курить. Use, пользоваться. Overcome, преодолевать, трудности. Put, положить. Play, играть. Explore, исследовать. Итак, историю. Что мы можем делать с историей? We can tell a story. Рассказывать историю. A magnifying glass. Увеличительное стекло. We can... Мы можем пользоваться им. We can use it. Use a magnifying glass. An area. Территорию. Что мы можем делать? Исследовать ее. Explore. A role. Роль мы можем, конечно же, играть. Play a role. A character. Героев. С героем мы что делаем? Мы его можем создать. Писатели их создают. Create. Create a character. Criminals behind bars. Посадить преступника за решетку. Behind bars. We put criminals behind bars. A crime. Преступление мы решаем. We его. Мы его solve. Solve a crime. Как solve problem. Решать проблему. A pipe. Трубку. Мы smoke. Курим. An obstacle. Препятствие. Мы его преодолеваем. We overcome. Overcome an obstacle. И шляпу мы носим. We wear a hat. The next exercise. Следующее упражнение. У нас, ну, может вам показать немножко трудноватым, потому что вы не совсем привыкли к этой конструкции. Used to do. Когда-то бывало раньше, а сейчас нет. И в отрицании будет звучать, она будет звучать как did not use to do. То есть окончание used, окончание ed, она убегает в did. Давайте быстренько сделаем вместе. What did, didn't John used to do when he was six? Что когда-то Джон делал или не делал, когда ему было шесть? Write sentences. Пишем предложение. Итак, play football. Мы видим кросс, крестик такой. То есть он этого не делал. Когда-то он не играл в футбол, а сейчас играет. He didn't use to play football when he was six, когда ему было шесть. Wake up early. Вставать рано. Мы видим галочку, значит он это делал. Он когда-то вставал рано. He used to wake up early. Какой молодец, а сейчас не встает. Play computer games. Галочка, значит он играл в компьютерные игры. Он когда-то... He used to play computer games. Когда-то он играл в компьютерные игры, а сейчас нет. Go to the seaside. Ездить на морское побережье. Когда-то он ездил на морское побережье. He used to go to the seaside. And now he does not go. Play with toys. Играть с игрушками. Видим крестик. Он не играл когда-то с игрушками, когда ему было шесть. Что очень странно. He didn't use... Уже мы окончание иди не ставим. He did not use... To play with toys. Exercise for... Упражнение четыре. Итак, здесь у нас соединительные союзы. Нужно выбрать... He waited in the airport as soon as... Или until the plane arrived. Он ждал в аэропорту... Самолет прибыл. As soon as означает как только. Until... Пока не... Он ждал в аэропорту... Пока не прибудет самолет. То есть... He waited in the airport until the plane arrived. Правильный ответ у нас будет until. Mary called her mother. Until или as soon as she got home. Mary позвонила маме. Until... Как только... Или as soon as... Или... Until это пока не. As soon as... Или как только она пришла домой. Конечно же, как только пришла домой. Mary called her mom as soon as she got home. He tried to find a good job until или after he graduated. Он попытался найти хорошую работу, пока не или после того, как он закончил институт. Graduate from the institute означает заканчивать институт. He tried to find a good job after... После того, как he graduated. Конечно, можно найти хорошую работу только после того, как мы закончим институт. Издадим все экзамены. Отлично. Так что давайте старайтесь. She was in bed after... Или when the phone ran. Она была в кровати после того, как... Или когда телефон зазвонил. Конечно же, когда телефон зазвонил. He watched TV. Он смотрел телевизор. When... Или after he had dinner. Когда или после того, как он поужинал. Ну, после того, как он поужинал. After he had dinner. Чтобы сделать следующее упражнение, нам нужно вспомнить, как у нас образуется прошедшее время. Утверждение в прошедшем времени... Сейчас я вам быстренько покажу табличку. Возможно, вы сразу ее и вспомните. Утверждение в прошедшем времени у нас образуется с помощью окончания иди. После глухих согласных окончание иди читается т. Work, worked. Like, liked. Watch, watched. Wash, washed. После звонких согласных и гласных читается как д. Enjoy, enjoyed. Open, opened. Live, lived. И после букв т and d читается как ид. Decide, decided. Want, wanted. Visit, visited. Итак, в утверждение мы добавляем окончание иди глаголу или смотрим второй столбик неправильных глаголов. В вопросе и в отрицании появляется вспомогательный глагол did, did not плюс первая форма глагола, то есть уже без всяких окончаний. И не забывайте, что глагол to be в прошедшем времени звучит как was, were. Был, были. Был в единственном числе. Was в единственном числе. Were во множественном. Но you, который означает ты или вы, всегда будет swere. Тоже не забывайте. Итак, как ты себя чувствовал, когда ты посмотрел фильм? Вопрос did плюс первая форма. How did you feel when you посмотрел в прошедшем времени? Это неправильный глагол. Значит, ставим его во вторую форму. See, saw, seen. When you saw the film. Hans not find the initials on the cave wall. Hans не нашел инициалы на стене пещеры. Отрицание тоже вспомогательный глагол. Прошлется во времени. Didn't. И первая форма. То есть глагол не меняем. Didn't find the initials on the cave wall. Где капитан Немо путешествовал? Where did Captain Nemo travel? Ничего не меняем в глаголе. Travel. У меня ученики, честно говоря, Past Simple любят даже больше, чем Present Simple. Потому что в Present Simple мы всегда решаем ставить нам do или does. Зависит от поближащего. А в Past Simple мы просто ставим did и первую форму. Он исследовал пещеру? Did he explore the cave? No. Нет. Он испугался. И что мы здесь видим? Глагол to be. Который как у нас звучит в прошедшем времени? Was, were. Он был напуган. He was afraid. Когда он прибыл? When did he arrive? Did и первая форма. An hour ago. Час назад. Он привел энд с собой. Глагол bring, как и глагол see, неправильный. Какие его формы? Bring brought, brought. He brought, and with him. Он привел энд с собой. И шестое упражнение потребует у нас знаний форм неправильных глаголов. Повторите их, пожалуйста, в специальном видео, которое у нас есть по неправильным глаголам. Итак, catch, caught, caught. Ловить. Send, send, send. Посылать. Find. Давайте вспоминайте. Found, found. Находить. Hide, hidden. Прятаться. Break, broke, broken. Ломать, разбивать. Wake, woke, woken. Просыпаться. Decided. Это правильный глагол. И мы добавляем просто окончание иди. Decide, decided. Решил. Hear, heard, heard. Слышать. Тоже неправильный глагол. D добавляем. Leave. Ох уже этот leave. Сколько у него значений. Уезжать, покидать, оставлять, заканчивать школу. Leave, left, left. Put. Самый легкий глагол. Put, put, put. Класть. Он никак не меняется. Exercise 7. Итак, упражнение 7. Match the sentences with the responses. Соедините предложения с ответами на них. What was that? Что это было? Испуганный такой голос. Don't worry. Не беспокойся. I had quite a shock. Я был шокирован. Какой ответ? Really? Why? Действительно? Почему? Are you afraid? Ты боишься? И мы, конечно, скажем. Of course not. Конечно, нет. Wait. What's this? Подожди. Что это такое? It's a knife. Это нож. Ну вот и все. Наш урок закончен. Ваше домашнее задание сделано. Я спокойна. And I'm waiting for our next meeting. Я жду нашей следующей встречи. Ставьте лайк, если это видео вам помогло. Пишите комментарии. Bye.